Добрый день, мы с Украины. Значит, сейчас пойдет речь про город Мариуполь Донецкой области. Там сейчас происходит просто тотальное разрушение, город просто стирает лица земли. Мы пытались туда проехать, пробраться, это невозможно. Мы пытались вывезти друзей, родных, просто людей, то есть привезти туда какие-то продукты, топливо и так далее. Это просто невозможно. Значит, на сегодняшний момент, лично у меня есть большое... Это видео сейчас не про политики и не про просьбы о помощи. Значит, у меня есть очень большие претензии к руководству города в целом. Почему? А лично к Вадиму Бойченко. Это мэр Мариуполя, кто не знал. Значит, по непроверенной информации, но по всей видимости все так и есть. Значит, высокие чины города во главе с мэром еще 24 февраля, как раз в начало военных действий в Украине, твари просто покинули город. Значит, когда в то время, как под обстрелами в Харькове коммунальники чинят воду, свет, убирают снег с улиц, скоты просто бросили свой город. Они предали людей, которые их выбрали когда-то. Значит, саммитинвестовская шобла во главе с товарищем Бойченко, лично мной и всеми остальными, еще как минимум 12 людьми, такими, как я, котируются как предатели своего города и виновные в смерти больше 2,5 тысяч людей. Потому что все время, 8 лет, то, что в стране идет военный конфликт, город, который находится на линии разграничения, не был укреплен должным образом. Значит, все деньги, которые были направлены на... То есть, ты это все знал, ты был мэром города, ты все это знал. Ты, тварь, просто предал людей, никому ничего не предупредив, запостил какие-то 2 видосика печальных, как ты сидел в какой-то жопе и читал по бумажке. Значит, я лично предъявляю тебе претензии и говорю, что Вадик, ты крыса, которую мы обязательно найдем. Значит, если сейчас это видео разлетится, я тебе гарантирую, что по всей Украине мне не сдадут, а люди сдадут твое местоположение. Даже если это в ближайших странах Европы, не сегодня, а завтра мы лично тебя найдем и притащим за шкуру твою продажную в Мариуполь, чтобы повесить тебя на столбе. Повесишь ты там пару дней вместе со своими друзьями, а потом ты благополучно сядешь по суду. То есть, убивать тебя никто не собирается, хотя, поверь мне, очень хочется. За то, что ты, скотина, предал своих людей. Все, кто погибли сейчас, это вина не только твари, которые напали на нашу страну. Ну, эта вина еще твоя, потому что ты, вместо того, чтобы все 8 лет строить оборонительные сооружения, инструктировать людей, проверять бомбоубежище и так далее и тому подобное. Ты, сука, строил лавочки, осваивал государственный бюджет и куча европейского бабла, которая выделялась туда. Значит, я лично, я не прячу лицо, я не прячу ни свою страницу, она абсолютно открытая. Значит, кто знает, где находится, это гнида, которую зовут Вадим Бойченко. И все его приближенные, те, которые не остались в Мариуполе, те, кто остались, честь вам и хвала, вы молодцы. Вы действительно не оставили свой город, который сейчас находится в полной блокировке, в полной осаде, с огромным количеством трупов, с огромным количеством проблем. Как бытовых у людей нет воды и еды. Тем не менее, вы, твари, сбежали и набиваете себе кишки где-то в теплых квартирах. Не стыдно смотреть. Вас никто не собирается убивать, но в ваших интересах просто взять и написать заявление в госизмене по собственному желанию. В противном случае вас постигнет большие-большие проблемы, большая кара лично в наших лицах. Я лично заявляю о том, что я объявляю охоту за теми, кто сбежал из города чиновниками. Меня не интересуют мирные люди, потому что я не знаю, как бы поступил любой другой на их месте. Они бежали от войны, они хотели уберечь свои жизни и своих родных. Меня интересуют чиновники, которые должны были находиться на местах, следить за обстановкой, за ЖКХ, за всем остальным. Под обстрелами в Харькове чинится инфраструктура, убирается снег. Киев находится практически в таком же состоянии, он тоже получает авиаудары. Да, Мариуполь серьезнее, там действительно катастрофа. Но вы, твари, которых выбрал народ, или которых поставил Митинвест, вы спасли свои шкуры, а не город. Значит, есть такое понятие. Командир корабля или капитан корабля уходит либо последним, либо на дно вместе со своим кораблем. Вы, как крысы, сбежали первые. Я очень хочу встретиться с вами лично. Если это не случится сегодня, завтра или через ближайшем обозримом будущем, значит, я объявляю охоту на вас вплоть до денежного вознаграждения. В размере, ну давайте скажем, 10 тысяч долларов тому, кто притащит мне за шкуру Вадима Бойченко. 10 тысяч долларов. На сегодняшний момент это почти 400 тысяч гривен в руки тому, кто притащит эту шкуру Бойченко. И мы его лично сначала проведем разъяснительную беседу, а потом передадим в соответствующие органы. Потому что я лично считаю, что он изменил своему городу, а соответственно изменил своей стране. Из-за него погибло огромное количество людей. Поэтому те, кто со мной не согласен, можете идти куда подальше, потому что насрать. Поэтому кто хочет заработать денег, ребят, тащите мне эту шкуру сюда. Или скажите, где он, мы приедем, сами разберемся. Поэтому, ребят, всем мир, все будет Украина, все будет четко. А с Бойченко я тебе лично привет передаю, мы с тобой еще увидимся.